конструктор страниц элементар на wordpress как создать подвал сайта что там должно находиться давайте разберем подробнее в этом видео итак мы с вами подобрались к низу сайта его еще называют подвал сайта здесь у нас с вами располагается социальные кнопки то есть внизу это сделать уместно то есть там где вы есть социальных сетях вот так вот при наведении они поднимаются такой анимационный эффект по центру здесь копирайты что-то вроде того все права защищены год создания там компании год текущий и так далее и обязательно продублировать телефон и почту то есть у нас в шапке тоже с телефону мы с вами до шапки еще доберемся и телефон и почты здесь абсолютно правильно сделано не просто в текстом виде а при клике если я кликнул пальцем скажем с мобильного устройства то есть через телефон зайду на этот сайт то у меня сразу откроется сообщение в телефоне что я могу написать смс-ку или позвонить то есть это конверсия лучшая конверсия когда это не просто текст и это правильно почта то же самое почта можно посмотреть на компьютере открывается мессенджер сразу подставляется кому писать останется на все только тему сообщение отправить как делал такие ссылки тоже давайте посмотрим в этом видео итак перехожу в админку с сайтом дальше перетаскиваю секцию в эту область нам здесь подойдет одна секция абсолютно захожу в настройки стиль цвет сделаю какой-то темный цвет обычно это подвал темного цвета в расширенные не забываем назначить отступ сверху снизу по 50 пикселей и здесь на самом деле нам надо разбить на три колонки здесь же у нас будет три блока и давайте начнем с размещения телефона мы с вами берем плагин заголовок перетаскиваю сюда здесь пишем тел ну сокращенно до двоеточие телефон ваш тег п параграф выставляем здесь на серой подложке наверное будет цвет белый уместно если мы с вами обновимся то у нас с вами просто текстом то есть как размещали раньше очень давно это неправильно смотрите я вам сейчас покажу вы должны вот такую конструкцию вписать некий код то есть скобка а хрев равенство двоеточие обязательно tell двоеточие потом идет ваш телефон как он есть далее двоеточие скобка закрывается и повторяется ваш телефон и дальше так а вот так вот закрывает этот код вот как он есть посмотрите у меня нажмите на паузу это видео и пропишите также только с вашими телефонами вот эту строчку все мы копируем и вместо телефона то есть вы оставляете тел двоеточие а потом подставляете этот код здесь код воспринимается нормально html потому что здесь он выглядит уже на сайте как и должен быть то есть давайте посмотрим страница обновляется а вот я ведь он вожу мышь и пальчик у меня то есть вот это уже правильно вот запустил с окно это если я на компьютере нахожусь здесь это выглядит так соответственно на телефоне если вы зайдете через телефон то должно уже нормально работать как я говорил ранее теперь давайте займемся почте почте в том же окне я отступаю пишу почта как выглядит почта то же самое начало строчки ахрев а только здесь mail то двоеточие дальше вот это это моя почта у вас ваша почта здесь почта дублируется и закрывающий так а вот тоже посмотрите как это выглядит копируем это дело и после почта вставляю и немножко после почта ставлю пробел здесь у нас видите как получается почта на строчке с телефоном чтобы почта отступила вот здесь вот можете поставить такой так br перенос строки то есть ставим вот такую вот скобку английскими буквами b r и закрывающую скобку таким образом почта видите переносится на новую строчку далее у нас слишком сильно прижимается телефон к почте переходим стиль переходим типография кликом по карандашку здесь интер ильяж и какое расстояние вы считаете нужным я вот так оставлю 19 давайте посмотрим на сайте вот у нас телефон вот у нас почта почта открывается как надо то есть открывается messenger все работает далее на ваше усмотрение я оставлю посередине здесь далее я вставляю плагин копирайты выбирают тег п по центру цвет белый типография делаю тоже 19 интер ильяж также здесь я хочу перенести на вторую строчку все права защищены поэтому я после вот васильевым этом запятая идет я вот здесь вот ставлю бр и у меня все право защищены переносится на вторую строчку все сохранить ну и здесь я считаю жирный слишком буквы был бы намного симпатичны именно в подвале в типографии выбрать семейство шрифта робота конденсент то есть или конденсент или что-то что буковки немножко так поуже были и то же самое здесь стиле типографика робота конденсент вот так так у нас вами остается сделать социальные кнопки также переношу плагин сюда вставляю мы в соцсетях текст параграф по центру цвет белый шрифт тоже робота конденсент и плагин социальные кнопки здесь есть такой в бесплатном элементар иконки соцсетей перетаскиваем чуть выше изначально они выглядят вот так назначаем те социальные кнопки которые вы хотите у нас изначально фейсбук twitter google плюс клику по фейсбук здесь назначайте ссылку на группу например фейсбуке если не нужен фейсбук например наши возьмем вконтакте в поле поиска я пишу vk нахожу вконтакте иконку выбираю insert ссылку вставляете дальше можно сделать открытном окне уже галочка стоит и цвет произвольный или цвета социальных сетей на вашу смотрели основной цвет но я оставлю на и на белый а здесь сама иконка вк у меня цвета дизайна моего сайта на этом примере я вообще сделал вот так то есть тут уже на ваше усмотрение точно так же вы редактируете twitter google плюс если нужно добавить еще одну или удалить эти то есть вот по крестику это удаляется google плюс я удалю добавить элемент и не обязательно это может быть социальная сеть можем повесить ссылку надо какой-то сторонний сайт далее перехожу в настройки самой секции давайте сделаем все по центру здесь тоже посередине и здесь посередине посмотрим на сайте вот так вот в принципе мы с вами оформили подвал сайта полный видеокурс по элемент про для начинающих в данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том как создать профессиональный сайт на элемент про версии пройдя этот курс вы станете настоящими профи в создании сайтов я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео прямо сейчас вы можете перейти к следующему видео где я покажу как сделать продающую шапку на вордпресс в элементов